Молодость и задор. Бобруйские предприятия пополнили специалистами. Мне очень повезло с начальником и коллективом. Какие места заняли? Спрятал проблему. Сотрудниками УБЭП выявили подержкота в хозяйстве Мстиславского района. Недостача составила 90 голов. Кто скрывал факты? Начало большой гонки. 4 сентября «Динамашинник» проведет первую игру сезона МХЛ. Рассчитываем на поддержку наших болельщиков. Кто в соперниках? А также популярные специальности, активная уборочная и по всем правилам. Белтехосмотр в августе выдал более 128 тысяч разрешений. Какая цифра за 8 месяцев? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Десятки возить. Школьники с 1 сентября могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Такое решение закреплено постановлением САВМИ на 27 августа. Право реализуется на основании карты учащегося, а также справки из учреждения образования с указанием места жительства. Проезд доступен для ребят, чтобы они смогли без проблем добраться от места проживания до школы. Действовать такой бонус будет с 1 сентября по 30 июня. Такая мера – еще один шаг социальной поддержки государства. Недостача рогатых. В Мстиславском районе руководитель сельхозпредприятия фальсифицировал просчеты в работе. Криминальный подтекст обнаружили сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями. В одном из хозяйств скрывались факты падежа крупного рогатого скота. Чтобы скрыть недостатки в организации работы сельхозпредприятия и избежать ответственности, директор в период с января по май текущего года давал указания подчиненным о невнесении сведений о падеже телят в официальные документы. По результатам проверки недостача составила 90 голов. За превышение служебных полномочий на фигуранта возбуждено уголовное дело. Финансовая грамотность, красный уровень и топ специальностей. Какие профессии привлекли абитуриентов больше всего? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Аграрии республики убрали более 61% пассивных площадей проса. Зерна с учётом рапса намолочена 7,8 миллионов тонн. Картофеля собрано свыше 42 тысяч, овощей – 25. Накопано 246 тысяч тонн сахарной свёклы. Наряду с уборкой урожая продолжаются работы по заготовке травяных кормов. Самыми популярными специальностями у поступающих в ВУЗы в 2024-м стали стоматология, мировая экономика и программная инженерия. В топе и прикладная информатика. Также абитуриенты предпочитали физико-математический профиль. Традиционно большой конкурс по направлениям IT, дизайн, физкультура и спорт. В этом году на бюджетную форму обучения зачислено 30 тысяч человек. Белтехосмотр в августе выдал более 128 тысяч разрешений на участие в дорожном движении. На 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общее количество за 8 месяцев – более миллиона. На предприятии напомнили, управление транспортным средством, в отношении которого не выдан дозвол, влечёт наложение на физлицо штрафа в размере до трёх базовых. Республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди школьников пройдёт в сентябре-декабре. Учеников ждут четыре этапа в учреждениях образования в этом месяце. Районный – 18 октября, областной – 15 ноября, заключительный – 13 декабря. Задания включают вопросы в виде тестов с вариантами ответов по темам – личные финансы, наличные деньги, сбережения, кредиты, цифровой банкинг, страхование, налоги и инвестиции. Красный максимальный уровень опасности объявлен в Беларуси на несколько дней вперёд. Виной всему риск возникновения лесных пожаров под прицелом Гомельский регион. При этом напряжённая ситуация до 5 сентября сохранится на всей территории страны. В других областях она варьируется от жёлтого до оранжевого уровня. Молодёжь – не только будущее, но и настоящее. Они инициативны и динамичны. Это кадровый демографический потенциал. Грамотные с новыми подходами, взглядами и идеями, они вливаются в трудовые коллективы учреждений, предприятий и организаций, дают новый импульс развития. Виталий Гаврусил о пополнении на бобруйских предприятиях. Обаятельная и привлекательная. Анну Асисарова с детства захватывали точные науки. После школы пошла в НТУ. Сегодня постигает азы профессии инженера энергетика на заводе тракторных деталей и агрегатов. Мне очень повезло с начальником и коллективом. Они меня очень хорошо приняли. Плюс за мной закрепили двух наставников, которые во всём мне помогают. И если в первые дни мне было как-то неловко, некомфортно, что я там, может, чего-то не знаю, что-то не понимаю, то сейчас я вообще, я вот работаю полтора месяца, и за это время я вливаюсь в работу, и я знаю, что я могу подойти к тому же начальнику или наставнику, и они меня направят, дадут совет. Старшие товарищи всегда рядом помогут, подскажут. Сегодня Андрей Лапташ делится своими знаниями с молодым сотрудником. От слесаря до заместителя начальника энергетического цеха. За восемь лет работы после колледжа. А ещё молодой человек любит спорт. Поддерживаю спортивный дух во всех видах спорта, но больше люблю заниматься лёгкой атлетикой. Тем более на предприятии созданы все условия для того, чтобы развиваться в этом направлении. Из необработанного куска металла за станком с числовым программным управлением заготовка превращается в деталь будущего трактора. Молодой сотрудник Егор Огур, выпускник механико-технологического колледжа, пришёл на предприятие и сразу погрузился в профессию. На данных станках нужны очень хорошие знания, чтобы на них работать. Рутиной работу такую не назовёшь. Она хорошая работа на самом деле. Мне очень нравится. Очень большие планы. Я хочу добиться успеха, хочу стать профессионалом своего дела на данном предприятии. От достигнутых целей к новым горизонтам. Принцип предприятий тех, кто на нём работает. Я пришёл на завод, чтобы получить дополнительные знания, повысить свою квалификацию, ну и честно зарабатывать. В каждой работе нужно вдохновение, и я нашёл себя в этом. Новичков не бросают за каждым закреплён наставник. У наладчика станков и манипуляторов с числовым программным управлением Юрия Пишей Егор Огур – первый ученик. Говорим о жизни, о предприятии. У кого-то какие-то спортивные интересы бывают. Ну, находим общий язык. Молодёжь в основном азартная. Обучаться они хотят. Что-то непонятное мы им всегда рады помочь, подсказать что-то. Знать нужно само устройство станка. Если поймёшь устройство станка, то поймёшь и всё производство. Начинать надо из этого, с АЗО. Сегодня средний возраст сотрудников завода тракторных деталей и агрегатов – от 40 до 50. Поэтому замену начинают готовить уже со студенческой скамьи. Мы участвуем в ярмарках целевых мест совместно с Бобруйским и Государственным механико-технологическим колледжем. Мы проводим экскурсии для учащихся как школ, так и колледжей. Мы размещаем свою информацию о том, с какими учебными заведениями мы сотрудничаем. В 2024 году на предприятии разработано положение о стипензии для целевиков. Работают на предприятии по другим перспективным направлениям. Для новых станков – новые люди. Полным ходом идёт модернизация. И хотя у завода подписаны договоры о сотрудничестве с ведущими учебными заведениями страны, руководство признаётся – таких специалистов нужно больше. Это поможет вывести производство на максимальные мощности. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Все на хоккей. 4 сентября «Динамо Шиник» стартует в новом сезоне молодёжной хоккейной лиги. В первой встрече западной конференции дивизиона «Серебряный Динамо» предстоит сыграть против СК «Юниор» из Красногорска. В розыгрыше 23-24 обе команды боролись за проход в следующий этап чемпионата, подойдя к последней игре с разницей в одно очко. Очевидно, встреча будет иметь большое значение, поэтому бобруйская дружина нуждается в максимальной поддержке родных трибун. Команда привела очень насыщенную предсезонную подготовку. Этот сезон уже третьим будет для нас в МХЛ после возвращения команды. Поэтому хотелось бы, конечно же, показать максимально возможный результат. Поэтому мы очень посчитываем на поддержку наших болельщиков. Пользуясь случаем, приглашаю болельщиков 4 и 5 числа посетить наши матчи. Игра станет началом длинного сезонного марафона. Только в сентябре с «Шинником» предстоит провести 9 матчей – 6 домашних и 3 гостевых. Календарь напряженный, но болельщики будут верить и поддерживать своих любимцев в достижении поставленной цели – квалификации в плей-ин. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!